Внешний фон позволяет российскому рынку акций продолжить повышение в краткосрочной перспективе. Индекс РТС стандартно в вечерней сессии снизился на 0,1%. На основную сессию он вырос на 0,5%. Акции электроэнергетических компаний дорожали. Лучше рынка также выглядели бумаги нефтегазового сектора, поддержанные позитивным изменением цен на нефть. Ведущие американские фондовые индексы вчера повысили в среднем на 2%. Позитивную динамику показывают акции на азиатских биржах. Выросли цены на металлы, а котировки фьючерсов на нефть несколько снизились. Согласно данным Минпромторга, на 11 августа банки выдали 143 301 автокредит по субсидированным государством ставкам. Приняли 324 497 соответствующих заявок. Всего в 2011 году министерство сообщает портал ТАД-Центр. Планируют выдать около 200 тысяч льготных кредитов, примерно на 20% больше, чем в прошлом году. Напомню, программа льготного автокредитования стартовала в марте 2009 года для поддержки российского автомобильного рынка. Недавно перечень автомобилей, доступных по госпрограмме, пополнился двумя моделями – Renault Megane и Fluence. Роспотребнадзор изучает возможность ввоза в Россию минеральной воды Боржоми. До этого в воды с контролирующего органа поступило официальное обращение в отношении ввоза в РФ этой грузинской минеральной воды. Сообщает пресс-служба ведомства. Напомню, весной 2006 года Роспотребнадзор ввел запрет на импорт в Россию грузинских вин и минеральной воды. Официальная причина – несоответствие напитков нормам безопасности. Глава ведомства Геннадий Онищенко, впрочем, пообещал, что означенные напитки смогут вернуться на российские прилавки, если поставщики обеспечат надлежащее качество. Сборы отечественных фильмов сократились на 12,5%. Их посещаемость в кинотеатрах на 31%. В первом полугодии 2011 года, пишет портал «Состав.ру», кассовые сборы кинотеатров в России и странах СНГ выросли на 7%. Рост достигнут исключительно за счет того, что билеты в кино подорожали в среднем на 8% до 200 рублей. Реальная посещаемость кинотеатров за полугодие сократилась на 5%. Разрыв между зарубежным кинематографом и российским еще более увеличился. При этом количество отечественных фильмов в прокате осталось прежним – 39%. Министерство внутренних дел РФ открывает на портале YouTube.com собственный официальный канал МВД России. В эфире канала «Сообщает РБК» пользователи смогут увидеть разнообразные ролики с советами, как не стать жертвами преступников и защитить себя и близких от злоумышленников. К началу работы нового канала ведомство подготовило три ролика на тему детской безопасности, интернет-мошенничества и борьбы с преступлениями, совершаемыми в транспортных средствах. Обсудить ролики или предложить идеи для следующих выпусков можно в официальной группе МВД в социальной сети ВКонтакте. Индейцы Боливии вышли на тропу протестов. Более 600 человек начали долгий путь с равниной Абазонки в Ла-Пас. Чтобы сказать свое «нет» планам правительства по строительству 300-километровой автомагистрали через заповедные леса, другая группа индейцев местного племени отправилась в путь из Бени. Им предстоит пройти до фактической столицы государства Ла-Пас 600 километров, передает портал ru.euronews.net. Барак Обама готовит к выборам специфический план по восстановлению экономики. «Когда законодатели вернутся из отпуска в сентябре, я выдвину очень специфический план по стимулированию экономики для создания рабочих мест и контроля дефицита бюджета», – цитирует слова Обама портал BFM.ru. В настоящее время он совершает автобусный тур по Среднему Западу. Глава США намерен встретиться с избирателями, чтобы ответить на критику в свой адрес в связи с проблемами американской экономики. Таким образом, Обама хочет восстановить доверие перед президентскими выборами 2012 года. Полицейские американского города в штате Калифорния применили уникальное программное обеспечение, позволяющее предугадывать квартирные кражи и угоны машин. Программа уже помогла офицерам предотвратить несколько преступлений и совершить пять арестов. По сведениям New York Times, она была разработана группой ученых, включая двух математиков – антрополога и криминолога. Они использовали данные, предоставленные полицией Лос-Анджелеса, которая также планирует перейти к использованию этой технологии в скором времени. С вами была Луиза Сандикян. Вовремя.ру.